Чтобы отмыть вот этот пригоревший противень, беру обычную яичную скорлупу и пару капель моющего средства. Даже при мытье мягкой щеткой весь нагар прекрасно отойдет. Если взять кусок бумажного полотенца и аккуратно разъединить его слои так, чтобы с трех сторон края остались целыми и запечатанными, получается бумажный пакет, в который можно положить нетяжелые сыпучие продукты и взять с собой, например, печенье или крекеры. Моей овощечистке уже очень много лет. Как же ее заточить? В стакан наливаю теплую воду и добавляю 2 чайные ложки соли. Погружаю туда овощечистку и оставляю на полчаса. Беру обычную керамическую кружку и веду лезвием овощечистки от центра краю на себя. Все движения только в одном направлении. Надоели салфетки в коробке на столе? Можно сделать так. Всю пачку салфеток из коробки вынимаю. Крайнюю салфетку поднимаю вверх и сворачиваю всю стопку в виде цилиндра. Помещаю в подходящую емкость банку или стакан. Теперь точно так же салфетки выдергиваются по одной. Чтобы начатый лимон лучше хранился, обмакиваю его срезом в соль и убираю в холодильник. Чтобы кусочек сыра хорошо хранился, нужно его со всех сторон обмазать растопленным сливочным маслом. Когда масло слегка застынет, убрать в подходящий контейнер и хранить в холодильнике. Что делать, если негде еду погреть? Например, с макаронами все очень просто. Макароны прямо в боксе заливаю кипятком из чайника. Выдерживаю пару минут, воду сливаю. Теперь они идеально горячие, как свежеприготовленные. Чтобы хлеб дольше оставался свежим и мягким, в пакет к нему кладу стебель сельдерея. Проверено, в течение недели хранится идеально. При помощи расчески овощи или фрукты можно нарезать равными ломтиками. В подходящую емкость или банку на дно насыпаю немного обычного сахара. Укладываю коверень имбиря и сахаром же засыпаю. Плотно закрываю крышкой и убираю в холодильник. Имбирь хранится отлично. Салатные листья складываю по несколько штук, укладываю на лист фольги и постепенно закручиваю в рулон. Хранятся так салатные листья гораздо лучше и качественней, а еще очень удобно. Раскручиваю рулон совсем немного, беру столько салатных листьев, сколько нужно, а остальные не нужно каждый раз доставать и трогать. Если я решила приготовить что-нибудь из минтая, то беру всегда вот такой дикий дальневосточный минтай в блоках. Давно не использую филе на коже и тем более не вожусь целыми тушками рыбы. Такое филе дальневосточного минтая однократной заморозки. Замораживают его сразу после вылова на траулере или береговом заводе, что позволяет сохранить всю свежесть, вкус и питательность дальневосточного минтая. О пользе минтая и большом содержании белка даже и говорить не приходится. Об этом все и так знают. Причем сама рыба доступная и соотношение цена-качество на высоте. Дальневосточный минтай – уникальный российский продукт, сочетающий в себе непревзойденные полезные качества дикой рыбы и доступность для любой семьи. Еще несколько преимуществ такого блочного филе дальневосточного минтая. Во-первых, его не нужно полностью размораживать. Нужно лишь чуть-чуть рыбе дать отойти, чтобы можно было нарезать филе ножом. Резать блочное филе нужно поперек. Полученные кусочки можно сразу же начинать готовить. Способов приготовления огромное количество. Несколько из них я сегодня покажу. На сковороде с добавлением растительного масла пассирую очень мелко нарезанный репчатый лук и морковь. Через пару минут туда же добавляю кубики сельдерея и болгарского перца. А также измельченный зубчик чеснока. Прогреваю все вместе пару минут. Далее соль, белый молотый перец, молотый кориандр по вкусу. Сюда же листики тимьяна. Добавляю немного свежевыжатого лимонного сока. Овощи еще раз перемешиваю и огонь выключаю. Филе дальневосточного ментая выкладываю в форму для запекания, а сверху овощную мозаику. Овощи разравниваю и помещаю форму в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Так что дальневосточный ментай, запеченный под овощной мозаикой, получается идеально нежным, мягким и сочным. Если вдруг филе дальневосточного ментая в блоке вы полностью разморозите, то обратите внимание, что воды совсем немного. Филе ментая в блоке отлично спрессовано, кусочки даже в размороженном виде хорошо держатся и не разваливаются. Такую полностью размороженную рыбу я обычно использую для приготовления фарша на котлеты. К фаршу добавляю очень мелко нарезанный лук, вместе с рыбой его не прокручиваю. Это позволит рыбным котлетам получиться более сочными. Также для сочности добавляю измельченный кабачок, а еще зелень петрушки. Целое яйцо не добавляю, белок дает лишнюю жидкость и жесткость котлетам. Кладу только желток. Соль и белый молотый перец, именно он лучше подходит к рыбным блюдам, добавляю по вкусу. Фарш тщательно перемешиваю, причем лучше делать это не вилкой, а руками. Фарш получается более вязкий и однородный. Убираю в холодильник минут на 30. После формую котлеты, обваливаю их в рисовой муке. Обжариваю рыбные котлеты на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла по 2-3 минуты с каждой стороны. После помещаю сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на 6-7 минут. Котлетки получаются румяные, золотистые, очень ароматные, нежные и сочные. Сначала подготовлю соус. К греческому йогурту, либо сметане добавляю немного соли, свежевыжатый лимонный сок и какой-либо острый соус, но это по желанию. Из тонкого лаваша вырезала круги небольшого диаметра. Получившимся соусом смазываю каждый круг с одной стороны очень тоненько и посыпаю семенами кунжута. Располагаю круги лаваша на решетке духовки и запекаю при 180 градусах порядка 6-7 минут. Получается вот такая золотистая, красивая, ароматная и хрустящая основа для закуски тако. Филе минтая я нарезала небольшими кубиками. По вкусу добавляю соль, белый молотый перец и молотый кориандр. И обжариваю кусочки на хорошо разогретой сковороде с добавлением масла, буквально 2-3 минуты периодически перемешивая. Огонь выключаю и смешиваю кусочки готового минтая с мелко нарезанным красным луком. Чтобы заготовка для тако не падала на бок, с одной стороны располагаю вилку, она ее будет держать. А внутрь выкладываю ломтики авокадо и нарезанные кубиками помидоры. Далее ароматный горячий жареный дальневосточный минтай с луком, немного острого пикантного соуса и зелень кинзы. Все очень быстро и просто, красиво, нарядно и вкусно.